Издательство Эксмо. Дмитрий Усольцев. Уголовное право. Коротко и понятно. Предисловие автора. Уголовное право – это бриллиант в короне законодательства. Это щит и меч, которыми общество и государство противостоят внутренним и внешним угрозам. Поэтому должны быть высокие требования, предъявляемые к уголовному праву как к важному инструменту обеспечения безопасности общества и государства. Но все течет и меняется. Каждый день люди умирают – пожившие, испытавшие, опытные, трудолюбивые, настойчивые, изможденные. И каждый же день рождаются люди новые, еще неопытные, еще неиспытавшие. Какими они будут? Такими же, как ушедшие? Или более богооставленными? Более равнодушными? Более циничными? Быстрее деградирующими? Какую государственность? Какое уголовное право они получат в руки от своих отцов и как всем этим распорядятся? Соответствует ли существующая система воспитания и образования сложности стоящих перед ними задач? Чего в итоге в обществе будет больше – разбазаривание и вырождение или созидание и сплоченности? Поэтому столь важны требования, предъявляемые к учебникам по уголовному праву. Ибо эти учебники призваны не просто механически внести в молодого читателя ворох какой-то там информации. Отнюдь нет. Эти учебники призваны прежде всего создать в читателя некую почти мировоззренческую основу, на поле которой и будет в дальнейшем происходить все остальное – от понимания уголовного права до формирования читателям дальнейшей социальной действительности. Аудиокнига, которую вы включили, задумывалась как книга, которую непротивно слушать, смыслы которой не имеют железобетонной упаковки. В детстве я часто задавался вопросом, для чего пишутся учебники. Самый простой ответ, который тут же приходил в голову, звучал примерно так. Для одебиливания детей, для затуманивания их сознания, для того, чтобы вызывать отвращение к учебе. Когда мне было лет этак 13, мне попался американский учебник по физике, и я был ошарашен. Оказалось, что учебники могут быть написаны на человеческом языке и не вызывать отвращение. Может быть, в это и сейчас сложно поверить, но это факт. Так было. Тогда, в отформатированном железобетонном совдепе, это открытие стало бы посерьезнее, чем, например, общение с инопланетянами. Инопланетяне чепуха, а вот учебник, написанный так, что его можно читать, это почти чудо. В дальнейшем у учебникописцев обычай писать книжки не для чтения, а для лилеяния своей собственной неадекватности сохранился. Сейчас, в своем возрасте, я уже понимаю, что деятельность людей, которые в России с середины 20 века и по сей день пишут учебники, на самом деле, по сути, носят подрывной антигосударственный характер, со всеми вытекающими из этого выводами. Поэтому аудиокнигу, которую вы сейчас включили, трудно переоценить. Глава первая. Введение в параллельный мир права и закона. Первое. Вы не будете понимать того, что написано в такой книжке, как Уголовный кодекс, без точного и полного понимания ряда, вроде бы простых слов, понятий, которые в этом кодексе написаны. Что это за такие понятия? Вот они. Общественные отношения и право, преступление и состав преступления, ответственность и наказание. При этом важно понимать одну странную, но важную вещь. Все эти понятия правовые, юридические. То есть в данном случае они обозначают не то, что вы думаете, не то, к чему вы привыкли, не то, что вроде бы очевидно. Они обозначают совсем другое. Да, одни и те же слова могут нести две разные смысловые нагрузки. С одной стороны, они имеют привычное для нас повседневное значение, бывает, что достаточно широкое, а с другой эти же самые слова выступают в роли терминов, правовых понятий. В таком случае значение у них очень узкое и строго определенное, ограниченное. Путать эти два мира все равно, что путать зеленое с длинным, или обманутое с хладнокровным, или и того хуже терпимость с толерантностью. Не допускайте путаницы. Не имеет значения, что вы лично считаете преступлением. Это никого не интересует. Важно только то, что считается преступлением по Уголовному кодексу. Конечно, чтобы разобраться со значением ранее перечисленных понятий, сначала стоит понять значения более простых, основательных, фундаментальных правовых терминов. Личность, общество, государство. Право и обязанность. Личность, правоотношение, правовая норма и гипотеза, диспозиция, санкция, юридический факт. Какой смысл в просмотре фильмов Ларса фон Триера, если вы ничего не знаете о Бертолуччи и Висконте? Или зачем смотреть все эти современные одноразовые игрушечные фильмы о Великой Отечественной войне, не просмотрев хотя бы 17 мгновений весны? Без понимания фундаментальных вещей обойтись сложно. Суть этих понятий мы будем раскрывать по мере изучения уголовного права. Второе. Есть одна важная юридическая загогулина. Надо уметь читать закон. Важно понять это странное, для неюристов, словосочетание. Надо уметь читать закон. И действительно научиться читать закон, ибо закон читается не так, как, а может это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новую метлой. Закон это не журналистская статья, написанная какой-то там теткой между хождением по мукам и журением ребенка за двойку по русскому языку. Закон читается иначе, и от его прочтения, бывает, зависит человеческая жизнь. Не от закона, а от его прочтения, правильного или неправильного. Зарубите себе это на носу. И дело здесь не в том, что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Это не так. Закон не дышло. Это плохой закон дышло. Закон уголовный разработан достаточно хорошо, особенно в России и особенно с конца 19 века. Не будем стыдиться своего уголовного прошлого. Если бы вы ознакомились с американскими законами, вы пришли бы в ужас. Есть две совершенно различные системы права, континентальная и англосаксонская. Россия, как и почти вся Европа, относится к континентальной. Но это тема для другой книги.